Дрессировщица Кидай якорь в небеса, туда, где все сбывается, где в нашей жизни чудеса мгновенно проявляются. Вознестись на ангельские высоты, посмотреть на мир бархатными оленями глазами, покопаться в старых любимых вещах и встретиться лицом к лицу с причудливыми волшебниками. Скажете, невозможно? Вы просто ни разу не были в творческой студии Людмилы Фронкиной. Ее ученики знают, что такое пиршество красок и безграничная фантазия. Я всех-то учу, потому что говорят, что если человек смотрит на мир только глазами, он видит только плохое. Поэтому детей учим смотреть на мир сердцем. Тогда ты видишь очень много хорошего. Конечно, не во всех семьях растут будущие великие художники, но талант определенно присутствует в каждом малыше, уверена моя героиня. Главное научить ребенка смотреть на предмет, как на обратную сторону луны. Всегда говорю, увидит невидимое. Ну, хотя бы как привидение, но уже увидит лошадку сразу, со всеми ножками, с хвостиками. Поэтому первое, что мы делаем, мы делаем силуэт. Посмотри на листочек. Я уже вот вижу лошадку, а ты видишь? Да, конечно, они все соглашаются, что они тоже видят. А теперь просто надо взять карандашик и просто ее обвести. Трудно сказать, что сложнее. Объяснить ребенку нюансы той или иной техники или выработать у него усидчивость. Тут каждый раз новые правила игры. И малышей не обманешь. Нужно и самой все время находиться в стадии горения. Поработав с батиком, папье-маше, пластилином и графикой, они решили замахнуться на прикладную мультипликацию. Сами изготовили станок, нарисовали героев и вуаля. На волшебной, на ракете, к неизведанной планете отправляемся в полет. Пусть таинственным открытием и волнующим событием. Между звезд нас всех несет, нас веселый и забавный, необычный, несуразный самовар-паровоз-ветролет. Шедевр – это гениальная ошибка. Вот я, наверное, всю жизнь ошибаюсь, и, ну, это, наверное, громко сказано, шедевры не делаю, но делаю что-то новое в жизни. Ее ученики знают, как написать букет с запаха или разглядеть на графитово-черном фоне настоящий афорт, развить фантазию благодаря уникальной технике монотипия, сочетающей в себе качество эстампа и живописи, или представить макромир так отчетливо, что любая букашка увеличится до замысловатого узора. Это лесные чаепития со зверями, с букашками, таракашками, даже есть под водой. То есть дети делали, ну, своего рода это просто натюрморт с самоваром. К своей мечте открыть собственную студию, где будут проходить выставки учеников и друзей, Людмила Пронкина шла много лет. В этом зале работы, посвященные воде – снежные, дождливые, немного ветреные. Эта студия, понятно, что она появилась не на пустом месте, это как бы итог всего многолетнего опыта. И вдруг вот он, вот здесь можно все, можно дырявить потолки, можно как угодно вешать работы. Вместе с мужем, талантливым художником Игорем Гостевым, они превратили такие недостатки, как низкие потолки и вытяжные каналы в маленькие изюминки, без которых уже и не представить мастерские и галереи. В Театре кукол у нас была выставка вот таких дракозябликов. Они были очень смешные, мы стараемся, чтобы они… Все, что мы делаем, оно было таким позитивным, может, немножко с юмором. Это постоянное ожидание волшебства еще из ее детства. Несмотря на сложное послевоенное время, мама всегда знала, как из веточек, блесток и клея соорудить невероятные новогодние скульптуры и композиции. Не проходило и часа, как Людмила уже бежала во двор, делиться очередным секретом с друзьями. Как вырезать бумажного клоуна с выдвигающимся языком или смастерить скульптуру из обыкновенной ваты? С шести лет у нас было уже кукольное ателье на лестнице, выставки, театр кукол шесть лет мы сделали. Я вам все рассказала, как рисовать, как вырезать. И мы делали этих бумажных кукол за занавесом, приглашали гостей. Все ближнележащие дома были нашими зрителями. Через полчаса после знакомства с изнаночными лицевыми петлями дружно вязал весь двор. А вот ей самой это занятие не понравилось. Я вообще бегу на короткой дистанции. Поэтому технику, которую я в будущем выберу, это акварель. Это быстро, сразу, неожиданно, потому что какие-то капельки случайно затекают и подсказывают себе какие-то новые совершенно ходы, варианты работы. Мало кто знает, что образ активистки и хохотушки по сути тоже творческая работа. Она решила так сама, видеть во всем только хорошее. Родителям сказали, что я ходить не буду. И до двух лет это могло бы так оно и случиться. Ну вот, бог миловал. Когда-то она мечтала пойти по стопам бабушки, тоже стать врачом. И кто бы подумал, что именно проблема со здоровьем заставит ее наотрез отказаться от этой мысли. Самолюбие не позволило остаться на второй год. И Людмила занялась тем, что у нее всегда получалось. Начала рисовать. Я вообще, наверное, тот человек, который не любит играть под дудку и вообще жить под счет и указку. Многие из ее бывших учеников стали художниками, превратив творчество из хобби в дело своей жизни. Они тоже когда-то прошли через этот портал, где проще простого попасть в райский сад под снегом или узнать, в какой момент кукла превращается в волшебника. Детское восприятие, оно очень субъективно. Они рисуют не академическим языком, как мы привыкли. Когда дети приходят, ученики у меня приходят, студенты приходят с художественного училища и начинают от общего к частному идти, так как учат профессионал. Дети, наоборот, они идут от частного. Они могут начать, не знаю, с носа, с глаза, с одного, с челки рисовать тот же портрет. А Земля от Солнца номер три, так наш дом и номер три. Среди Солнечной систем только милая Земля нам пригодна для жилья. Среди комет и астероидов, без мотора и руля мы летим себе на шарике под названием Земля. Многие ее собственные работы находятся в частных коллекциях в Голландии, Германии, Польше и Испании. Параме кома сигонте патрия. Для меня как вторая родина, потому что она спасла меня. 60 работ остались в Испании, которые прокормили меня в наши голодные годы. Да, порой с ней бывает трудно, но многие ли женщины готовы в слов признаться в своих прошлых ошибках? Именно они делают женщину мудрее. И сегодня рядом есть человек, который понимает, счастье не в количестве испеченных пирогов и не в том, чтобы приходить домой ровно в шесть. Тут встретились хачунчики с магунчиками. Все, что я хотела, ему это очень нравилось, и он стал это реализовывать. А не сможем не из тех, кто идет протаренными путями. Он бунтарь и идейный вдохновитель, позволяющий любимый находиться в состоянии полета. У него талантов тьма тьмущая. Он интересный живописец, он здорово просто из ничего может сделать интерьер. Я по природе миротворец. Не люблю ссоры, не люблю разногласия, не люблю недоговоренности. Лучше вот все сразу вылить, пусть даже эмоционально, но чтобы гармония была и было понимание, взаимопонимание друг с другом и теплота. Скоро воплотится еще одна маленькая мечта. Будет достроен их загородный дом, в котором найдется место и выставкам, и художникам. Соседи уже окрестили причудливое строение скворечником и этажеркой. Их счастье многое шире, чтобы поместить его в типовую квадратную коробку с потолком. Мне очень хочется, чтобы студия начала работать без меня. Я хочу передать свой опыт таким образом, чтобы новые педагоги, молодые, которые приходили, они понимали с полуслова. И вот тот методический материал у нас, вот здесь вот сокровищница идей, мы уже сделаем вот такая вот, чтобы им понятно было, как работать с детьми, как работать самому при подготовке занятия. Для чего я это хочу сделать? Для того, чтобы опять стать художником. Очень хочется. В одном из интервью она сказала, не бывает взрослых людей, бывают только постаревшие дети. То, что не позволяет душе очерстветь, всегда находится внутри. Это и есть портал. И только от самого человека зависит, по какую сторону он будет находиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова